Этот масштабный международный проект софинансируется из средств программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020. Его общий бюджет составляет почти 953 тысячи евро, из которых 857 тысяч выделены Европейским Союзом. Ведущим бенефициаром в проекте выступает Брестская детская областная больница. И это беспрецедентный случай в такого рода сотрудничествах. Есть сумма средств, затрачиваемых на нашу часть, на нашу территорию. Есть сумма средств, тратящаяся на польскую часть. Лосицкая повитовая больница, которая участник этого проекта, то есть мы с ними работаем, их сумма меньше гораздо, там по-моему около 300 только тысяч евро. В принципе это из 980, у них 300, все остальное у нас. Мы поэтому и вот такое беспрецедентно, что детская больница, единственная в Беларуси участвующая в трансграничном проекте, является ведущим бенефициаром. То бишь вот отчет, который по использованию средств писали, мы отдельно, отдельно лосицы, но сводим это все мы. И отчет в Варшаву отдаем тоже мы. В первом этапе проекта детская областная больница достигла поставленных целей. Одна из них – модернизация системы распределения кислорода, которая обеспечит бесперебойную работу отделений. Сегодня завершена строительная часть по реконструкции кислородного цеха. И это только начало. На сегодняшний день вроде бы много работ сделано, но сумма их не такая большая. Основная сумма будет по модернизации самой кислородной станции. Вот сейчас мы уже занимаемся тем, чтобы выставить на электронную площадку закупку эту. Это кислородный концентратор. Чтобы было понятно, на сегодняшний день, как много лет, 50 лет больницы, я думаю, что из них 40, таким именно образом работало это все. Кислородные баллоны привезли, некая таль электрическая, ну подъемник грубо, их загрузил. Человек должен этот баллон, который весит больше, там, наверное, 100 килограммов, подключить к системе, контролировать, когда он заканчивается, переключать на следующий, следующий. То новая система позволяет, есть блоки, которые, в принципе, из воздуха, концентрируют кислород и отдают сразу в систему. Такой современный подход позволит облегчить работу медперсонала больницы и компьютеризирует весь процесс подачи кислорода. Красной нитью в проекте трансграничного сотрудничества проходит тема помощи детям палеоативной группы. Причем эта цель общая и для Бреста, и для лосиц. За прошедший год в нашей детской больнице приведены в порядок пять боксов для таких малышей. Но это не самое главное. В трансграничном сотрудничестве покупается оборудование. Это дыхательные аппараты. Вот пять мест, пять аппаратов. Анализаторы биохимические покупаются. Дальше отсасыватели медицинские, кровати медицинские, тумбочки. То есть оснащается палата уже за счет этих средств. В прошлом же году был окуплен реанимобиль. Стоимость 136 почти тысяч условных единиц. Он стоит специальной базы удлиненной. Реанимобиль готовился специально под трансграничный проект. Об этом говорит его оснащенность. Кювес, стоимость которого около 16 тысяч долларов, способен 500-граммового ребенка доставить из региона в детскую областную больницу. Причем этот кювес оснащен и аппаратом искусственной вентиляции легких, что позволяет минимизировать всевозможные риски в пути. Следующий денежный транш ожидается к концу апреля. Речь идет о большей сумме, чем в первом этапе – более 400 тысяч евро. Мирослава Коваленко, Эдуард Букунович, телекомпания БУК-ТВ.